Всем привет! Это ixbt.com и передача ixbt Live. С вами Дмитрий Шепелев, редактор раздела мобильных устройств. Сегодня мы рассматриваем смартфон Xiaomi Mi Max 2. Для начала посмотрим, что у нас находится в коробке. Комплектация, как обычно, весьма скудная. Помимо самого смартфона здесь практически ничего нет, лишь маленькая инструкция, кабель для соединения и зарядное устройство. У него варьируемый максимальный ток и напряжение от 9 до 12 вольт. Ключик для извлечения сим-карт находится, как обычно, прикрепленным на картонной вставке. Теперь перейдем к самому смартфону. Аппарат довольно-таки крупный. У него огромный экран размером 6,44 дюйма, но при этом он довольно-таки тонкий. Это, с одной стороны, делает смартфон с виду изящным, да и в руке он выглядит симпатично. Но есть один нюанс. Из-за того, что корпус широкий и очень тонкий, а еще такие у него очень сильно закругленные боковые грани, он не очень надежно удержится в руке. То есть он буквально впивается в ладонь и может прокручиваться. Вот этот вот матовый металл, он может быть довольно скользким в сухих руках. Дизайн очень прост, лаконичен, но вместе с тем аккуратен. В принципе, он может прийтись по вкусу как мужчинам, так и женщинам. Смартфон цельнометаллический. У него исчезли пластиковые вставки на торцах. Теперь это единая такой алюминиевая корыца. Для вывода внешних антенн здесь проделаны знакомые канавки, которые повторяют форму самого корпуса. Выглядит изящно, не портит внешний вид. Переднее стекло Gorilla Glass, чуть выпуклое стекло 2,5D, полностью покрывает переднюю панель. В верхней части, помимо привычных сенсоров, разговорного динамика и фронтальной камеры, также присутствует еще и светодиодный индикатор событий. Снизу расположен привычный ряд из трех сенсорных кнопок. Кнопки имеют собственную подсветку. Кроме того, для этих кнопок можно назначить дополнительную функциональность, не только для обычных, но и для более длительных нажатий. Это все предусмотрено в фирменном интерфейсе MIUI. Боковые клавиши жестковаты и имеют довольно-таки короткий ход. На верхнем торце у нас, помимо 3,5-мм выхода на наушники, которого, кстати, флагманский Mi 6 лишен, а здесь он присутствует, можно найти также второй вспомогательный микрофон для шумоподавления. И самое главное, что здесь присутствует инфракрасный приемник передачи для эмуляции пульта дистанционного управления. Сим-карта стандартно вставляется в боковой разъем. Этот разъем гибридный, то есть в него можно вставить либо две сим-карты, микросим, второй наносим, либо на место микросим можно поставить карту памяти объемом до 128 гигабайт. Что касается задней панели, здесь все стандартно. Присутствует сканер отпечатков пальцев, он немножко утоплен, поэтому его легко нащупают вслепую. Реагирует он на прикосновение пальца под любым углом, соответственно, можно зарегистрировать до пяти пальцев. В верхней части расположен модуль камеры, и слева от него очень яркая сдвоенная вспышка. Она находится слева от модуля камеры. Вот включаем фонарик. Светит действительно очень ярко по сравнению с большинством других смартфонов. Ну и на нижнем торце стандартно можно найти разъем. Это Type-C, поддерживающий подключение внешних устройств, в том числе флеш-накопителей по OTG. По двум сторонам от него расположены звуковые решетки, но, естественно, одна из них бутафорская, сквозь нее никакого звука не выходит. Динамик расположен только под одной из них, то есть, что справа. В программном плане в смартфоне Xiaomi Mi Max 2 все стандартно. Здесь присутствует свежая прошивка Miui версии 8.5, но более того, она установлена на свежий Android версии 7.1. Она обладает широчайшими возможностями по настройке. Настроить можно буквально все, от кнопок управления до возможности уменьшения всего рабочего экрана целиком. Звучит Mi Max 2 очень громко. У него два динамика, нижний и верхний. Они работают в стереопаре, то есть, создается эффект объемного звучания. Если зажать один из динамиков, слышно, что из второго выходит звук. И наоборот. Будет удобно играть. В наушниках звук тоже достаточно чистый, яркий, громкий. В плане звучания у Mi Max 2 полный порядок. Поиграть на смартфоне тоже вполне можно. Snapdragon 625 выдает примерно 60 с лишним тысяч очков в Antutu. Это средний уровень. Если сравнивать с конкурентами, то у Mediatek сейчас примерно на этом же уровне выступает Helio P20. То есть, это MT6757. Тоже выдает примерно 60 км в Antutu, сравнимые по производительности процессоры. Это далеко не топовый уровень, естественно. Но пока на текущий момент Mi Max 2 тянет практически любые игры, в том числе Mortal Kombat X, который является достаточно указательным в этом плане. Из российских диапазонов частот LTE здесь присутствует только Band 3 и Band 7. Навигационный модуль поддерживает все три мировые системы. GLONASS, GPS и даже китайскую Beidou. Фронтальная камера здесь довольно простенькая, 5-мегапиксельная. Снимает она средний. Основная камера использует модуль Sony IMX386 12-мегапиксельной матрицей. И большими пикселями, размером 1,25 мкм. Камера оснащена быстрым фазовым автофокусом, но у камеры нет системной стабилизации, поэтому видео снимать на ходу с рук будет проблематично. В целом снимки получаются довольно неплохие, но это не топовое решение. Xiaomi Mi Max 2 уже продается в российской рознице. Его официальная цена для нашего рынка определена в размере 20 тысяч рублей. В принципе, это невысокая цена для сбалансированного смартфона с хорошими характеристиками, добротным корпусом, неплохим экраном и высокой автономностью. Также вдогонку стоит отметить, что по сравнению с первой моделью Mi Max, здесь любители техники Xiaomi не найдут каких-то особо значительных улучшений. Поэтому владельцам предыдущей модели в таком апгрейде, в принципе, особой необходимости нет.